Здравствуйте, дорогие коллеги-садоводы-огородники! Сегодня хочу вас познакомить, да, собственно, не познакомить, потому что этих рецептов море. Почему я хочу присоединиться к тем людям, которые делятся этими рецептами, потому что мы живем в городе Лухаицы, в Подмосковье, и вот этот рецепт приготовления огурцов, он, собственно говоря, скорее всего, родился где-то в наших краях. Огурцы у нас начали выращивать где-то с 30-х годов прошлого века. Почему? Потому что здесь очень благоприятные условия, выращивают их в основном в деревнях и селах, которые расположены вдоль поймы Оки. И там благоприятный и микроклимат, и благоприятные почвы, огурцы там растут великолепно. Луховицкий район снабжал огурцами и Москву, и близлежащие области, а соленые огурцы возили вплоть до Питера. В 2005 году Министерство сельского хозяйства присвоило официальный бренд «Луховицкий огурец», и он под этим брендом прекрасно себя чувствовал. Но это было в прошлом. Сейчас это дело сворачивается, но рецепты приготовления запасов на зиму, они остаются, и я хочу с вами поделиться. Производством огурцов было настолько занято население Луховицкого района, что в конце концов даже был установлен памятник Луховицкому огурцу, который я вам сейчас покажу. А памятник огурцу-кормильцу, может не памятник, а Белиск, был установлен в Луховицк в 2007 году. Он не единственный в нашей стране и, скажем, на Украине есть такие памятники, но для Московской области он стал одной из достопримечательностей. А для Луховичан – памятник былому благополучию. Как я уже говорил, этот рецепт достаточно распространен, но просмотрев несколько рецептов, я нашел некоторые отличия. Хочу с вами поделиться чисто классическим рецептом, по которому делают огурцы на зиму у нас. Вот такие наши огурчики, они могут быть самого разного размера, можно подобрать, а можно закладывать в банки разного размера. Все это тщательно промывается, а еще лучше замочить где-то на полчаса, на час. Приготавливается банка, чисто моется с содой, без стерилизации. 3-4-5 листов смородины, 6 листов вишни, укроп и 2 листа хрена. Хрен служит для того, чтобы огурчики были хрустящими. Ну и примерно 6 зубчиков чеснока и 80 грамм соли. Потом все это начинает укладываться в банку. Вот таким вот образом накладывается один ряд. На дно уложено уже, ну я вам сейчас покажу, на дно уложена половина из того, что мы приготовили зелень, чеснока и всего остального. Вот так вот тщательно, плотно утрамбовывается. В банку входит примерно 2,5 килограмма огурцов и 1,5 литра рассола. Вот как вы видите, половину из того, что мы приготовили, мы уже положили. И вторую половину мы укладываем сверху. То есть половина у нас лежит на дне. Вот она. А вторая половина укладывается сверху и готовится рассол. Ну как я говорил, уже примерно 1,5 литра воды, ну можно чуть побольше. И 80 грамм соли. Можно соль растворить в воде, а можно насыпать ее сверху и когда будет заливаться горячей водой, она растворится. Через 2-3 дня, как я говорил, рассол сливается, доводится до кипения 3-5 минут и вновь заливается в банку. И банка закрывается пластмассовой крышкой. И, собственно, все готово. Огурчики получаются прекрасные, замечательные, вкуснее не ели. Есть еще подобные рецепты, где применяется просто холодная вода. Они имеют право на существование. Только единственное, что хочу вам напомнить, что при холодной воде молочная кислота образуется очень медленно. И хотя огурцы имеют другой вид, но они имеют и другой вкус. Но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Ну такой вот рецепт. Почему я его называю классическим? Потому что здесь применяется из покупных вещей только соль. Остальное все с огорода. В других рецептах добавляется и острый перец, и что-то еще. Ну, это уже не классика. Вот такой классический рецепт. Огурцы хранятся прекрасно. Вкус у них просто изумительный. Проблем с ними никаких не бывает. Да, и еще. Какие я заметил. Ну, я считаю, что отступление от классического рецепта. Некоторые обрезают кончики огурцов. Это совершенно излишне и может даже принести больше вред. Огурцы могут стать из-за этого мягкими. Еще я видел рецепт, в которых рекомендуют закатывать банки. Я бы это не советовал. Это совершенно излишне. Но на этом я хочу с вами попрощаться. Пожелать вам приятного аппетита. По крайней мере, все, кто начал делать по такому рецепту, остались такими огурцами очень довольны. Это классический луковицкий рецепт. До свидания.